Как-то прокашляться хочется. Третий глаз, да. Главное, не шоколадный. Правильно я сейчас выразился, да? Уже чокнулся. Привет, друзья! Поздравляю вас всех с прошедшим Новым Годом, а таких, как мы, православных антихристиан, еще и с Рождеством. И сегодня у нас на обзоре, ну, должен был уже кто-то это сделать, должен был. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот замечательный французский виски Арморик Классик, который, как я считаю, отлично подходит для этого времени года, для зимы. Ну, а чтобы ему не было слишком одиноко, сегодня компанию ему составит Джура Ориджин. Поехали! Арморик. Ну, как вы можете видеть, да, я уже немножечко поработал с этой бутылочкой. Открыл я ее где-то, наверное, примерно недели-две назад и дегустировал этот виски уже дважды. При первой дегустации случилось нечто такое, знаете, вот как говорится, ни хера не понял, но очень интересно. Вот, то есть, не понял, но понравилось. При второй дегустации, которую я провел, наверное, где-то спустя неделю, уже вырисовался такой определенный, знаете, определенный образ этого виски. И вот именно тогда мне захотелось его сравнить именно с Джурой 10 лет, поскольку определенными, значит, своими оттенками мне показалось, что они в чем-то схожи. Ну, как вы видите, то есть Джура у меня уже тут практически опустошена, то есть бутылочка открыта была где-то полгода или чуть более назад, и за это время вот так вот обработана, значит. Ну, давайте пару слов о истории Armaric. Как ни странно, на данный бренд есть только один обзор, где Диме 437 достаточно хорошо рассказал про сам бренд, да, но вот конкретно про данную базовую, скажем так, модификацию Armaric Classic, как ни странно, не было обзоров на данный момент. Значит, релиз у нас вот в такой вот коробочке пластиковой замечательной. Ну, как по мне, вот как по мне, за оформление и коробки, и самой бутылки, вот такое оно достаточно строго, мне лично хочется поставить высший балл в данном случае, то есть мне это очень импонирует. Сзади у нас, значит, на контр-этикетке наклеена российская контр-этикетка, которая нам вещает о том, что виски у нас, значит, минимальный срок выдержки спиртов 4 года, состав, значит, зерновой, солодовый дистиллят, вода, краситель здесь у нас не заявлен. Также виски у нас без холодной фильтрации, что уже очень интересно. Ну, а что касается Джура 10 лет, то, в принципе, наверное, о нем рассказывать вообще ничего не стоит, потому что вы его и так все прекрасно знаете, но, во всяком случае, на него есть очень много обзоров. Это у нас шотландец, островник, островник с острова Джура, да, который, однако, не имеет присущих многим островникам черт, то есть таких, как дымность и торфяность. Забегая немного вперед, скажу, что вот как раз-таки Армарик нечто подобное имеет, но об этом чуть дальше. Значит, дистиллирия у нас здесь Воренгейм, которая была основана в 1900 году, то есть, можно сказать, что ознаменовала собой начало 20 века. Однако, однако, именно как бренд Армарик появился в 1988 году, то есть в 1987, как гласит нам информация, были дистиллированы, не дистиллированы, а уже произведены, значит, был произведен первый блендед виски от данной дистиллирии. В 1988 году у нас именно регистрируется название Армарик, вот, и только спустя 10 лет, в 1998 году появляется первый сингл молд от данной дистиллирии. Ну и давайте перейдем к дегустации. Начнем с Армарик, значит, выдержка минимум 4 года, 46 градусов крепость. Цвет. Цвет у данного виски, вот, лично мне очень приятен такой цвет, то есть он, я бы сказал, соломенный. Легкий соломенный, как я это называю, такой хорошо заваренный зеленый чай. Вот, что касается цвета джуры, она у нас потемнее, ну, джура у нас подкрашивается, собственно говоря, неудивительно. Вот, давайте попробуем на нос. Это у нас Армарик. И вот, кстати, как я уже говорил, да, дважды я его, дважды я его тестил, сейчас я его тестирую в третий раз. Ребята, он меня удивляет, в очередной раз он меня удивляет, потому что при первых двух дегустациях, прежде всего он мне бил в ноздри как раз-таки дымом, который присущ островникам. Собственно, почему в нем есть дым, почему в нем есть вот эта составляющая, трудно понять, да, учитывая, что он, ну, вроде как, то есть солод, который произрастает и собирается во Франции, да, то есть он не окуривается ничем, но в нем есть дымная составляющая. Но сейчас, то есть если при первых двух носированиях, то есть где-то недели-полторы, там, и две с половиной назад, била дымность, то сейчас очень сильная парфюмность на переднем плане. Вот лично для меня такая, знаете, цветочная парфюмность, цветочная парфюмность и, наверное, персики. Вот это то, что первым лезет в ноздри. Дымок здесь тоже присутствует, но в этот раз он, мне кажется, менее явным. Парфюм, цветы, персиковость. Он очень, он очень сладкий. Вот сейчас по своей ароматике, после того, как он у меня где-то недели-две с половиной постоял, да, ну, то есть пробочка здесь достаточно плотно закупорена, но, видимо, все-таки воздух сделал свое дело. То есть по ароматике он потрясающий. Сладость, даже кремовость какая-то появилась, такая вот явная, знаете. Сейчас прямое сравнение с журой, чего я до этого не делал, но все-таки я это сделаю. Ароматика, ароматика, значит, жура, которая нам так хорошо известна, которая вроде бы, вроде бы ни о чем, но классная. Интересно, жура, в журе в ней гораздо более, больше вот этой вот какой-то такой вот прям вот явной такой цветочной свежести. То есть жура, она, она, она более цветов... То есть вот этот парень, он у нас такой, знаете, более такой, более такой серьезный такой мужик, да, при том, что, при том, что здесь у нас 4 года, здесь у нас 10 лет минимальная выдержка, да, но есть ощущение, что вот этот виски по ароматике более выдержанный, но это лишь по ароматике такое ощущение. Да, от жура, хотя нет, наверное, насчет выдержки, как бы обижать ее не стоит, просто, ну, она, она гораздо более легкая такая, вот, вот, вот прям вот... Очень цветочная. Хотя, когда я ее только налил, вот, из горлышка, мне немножечко, знаете, послышалось такое вот, немножечко как будто затхлость какая-то, прям вот самую капельку из стакана сейчас этого абсолютно нет. То есть, ну, собственно, видите, уже чокнулся, да, уже чокнулся, сам бог велел выпить. Друзья, давайте, ваше здоровье, еще раз с праздником вас всех, за здоровье моих подписчиков. Если еще не подписались, прямо сейчас подпишитесь, и я выпью за ваше здоровье вот этот первый глоток из первого драма, армарик, пробуем. Вкус. Вкус, как и прежние, значит, мои две дегустации. Почему, собственно, я сказал, да, что этот виски, на мой взгляд, замечательным для зимнего времени. Он очень перечный, и он, знаете, такой обжигающий, но обжигающий приятно. При том, что ни тот, ни другой виски не спиртуозен, не по ароматике, не по своему вкусу. Но в нем именно благодаря перечности, благодаря специям, есть вот эта обжигающая такая составляющая. Во вкусе, вкус, наверное, немного солоноватый, да, он определенно солоноватый. Дымность, дымность во вкусе ощущается вот в данный момент больше, чем в запахе. В данный момент, дайте-ка еще глоточек маленький. Вот даже немножечко, знаете, есть такой элемент, что как-то прокашляться хочется. Это вот благодаря перцовости, которая в нем очень яркая. Фрукты, немножечко, наверное, вот какая-то цедра появилась. Цедра, даже не знаю, грейпфруты или апельсины, что-то такое. Та вот составляющая фруктовая, которая была в ароматике яркая, это персик, это, может быть, где-то немножко яблока. Во вкусе, это, знаете, это, наверное, подбродившие какие-то фрукты немного. И, что интересно, он оставляет, вот на послевкусие он оставляет такую горчинку, характерную для черного шоколада. Вот есть такой элемент. Не отходя далеко от кассы, Джура, 10 лет. Друзья, ваше здоровье. Интересный момент. Вот сейчас от Джуры, не ожидал этого, возникло такое ощущение, что даже как будто в Джуре какая-то немножечко дымность появилась, проступила. То ли это, я не знаю, наследие арморика. Значит, смотрите, здесь у нас разница в градусности. Здесь 46, здесь 40, но по вкусу она не ощущается. Джура не такой перцовый. Но, мне кажется, вот не зря я их сравнил, они действительно в чем-то похожи. То есть, значит, вот здесь у нас, в Джуре, он у нас гораздо более цветочный, да, по ароматике. Прям, ну, очень-очень свежий по вкусу. Но он, в нем более, более такие явные фрукты. И его, знаете, его немножечко больше, чем вот этот вот, как-то хочется покатать, что ли. Даже не то, чтобы хочется покатать, он легче как-то катается по рту. Но, но не по фактору вот крепости, да, по фактору того, что вот здесь вот больше перца, а здесь вот просто такое, вы знаете, что-то такое фруктовое. Сейчас вот еще глоточек. Яблоки, виноград, может быть, груша и перец, кстати, тоже проступает. Перец проступает полегче. Полегче, дымок, наверное, все-таки нет. Послевкусие, послевкусие, как по мне, у Арморик может быть даже чуть подольше. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас Арморик попробуем чуть-чуть с водичкой. Я уже ранее проводил такой эксперимент, он действительно немножечко изменяется. Попробуем, значит, сейчас обновить в памяти, как это у нас происходит. Вот так вот чуть-чуть воды. Ух ты, прикольно. Вот когда сейчас воды добавил, в нем вот эта вот фруктовая составляющая, она стала еще сильнее. То есть она, она прям вот, прям такой, знаете, более пряным он стал таким вот, каким-то прям вот, вот таким, знаете, вот таким влажным. То есть при том, что изначально этот виски кажется таким достаточно, при всей своей сладости кажется достаточно суховатым. То есть сейчас он стал вот каким-то таким обволакивающим, таким вкрадчивым, я бы сказал. Давайте на вкус еще разочек. Ух ты! Вот. Вот, вот чего я хотел. Знаете, вот дым. Я сейчас как раз перечитываю первую книгу Карлса Кастанеда, да, и там Дон Хуан рассказывает о знакомстве с дымком. Да, о том, что, чем это может быть чревато, и о том, как дымок может быть твоим другом. Вот здесь, вот здесь дымок явно хочет быть нашим другом, друзья. То есть здесь вот сейчас, вот знаете, вот при добавлении воды, вот как мне, как мне показалось, да, здесь дымок раскрылся гораздо сильнее. Именно дымок такой, знаете, то есть вот как будто он наполнил ротовую полость виски. И, знаете, у меня, если честно, одни восторги. Одни восторги. Единственное, может быть, по цене я скажу, что данный виски у нас, значит, в России, во-первых, его не так много, где его можно найти, да. Я это приобретал в, значит, Краснодарской сети Алкотека, если не ошибаюсь, в городе Новороссийск это было, по-моему. Обычная цена на него в сети была где-то порядка трех с половиной тысяч рублей, если не ошибаюсь. Значит, на Armoric Classic три с половиной, на Armoric Double Maturation где-то четыре с половиной было. По скидке я его приобрел где-то за две шестьсот, наверное, вот так вот, да. Ну, кто-то скажет, что дорого, но я абсолютно ни капли не жалею, что я его приобрел. Он действительно интересен, при том, что заявлен, да, от четырех лет выдержки, но, вы знаете, по ощущениям я бы сказал, что, ну, он совершенно не молодой. То есть, по ощущениям это вот, ну, я бы сказал, что, ну, не знаю, лет семь-восемь, как бы точно, да. Что касается джуры, да, ну, джура, она у нас стоит в районе четырех обычно, причем это старый релиз, да, которых сейчас уже, уже в большинстве супермаркетов они заменены на новые релизы. Старый релиз с новым не сравнивал, не знаю, старый релиз мне нравится, как бы увижу сейчас еще где-то по хорошей цене приобрету еще одну. Значит, мной покупалось за две тысячи, при том, что так стоит четыре, две там с копейками, да, вот. Ну, скажем так, то есть, джуру за две покупать замечательно, вот, армарик за две шестьсот купил, не пожалею, не пожалел, купил бы еще за две шестьсот, ну, в принципе, его уже попробовал, наверное, не купил бы. Вот, но если ближе к двум, если там две двести, то, ребят, однозначно. Друзья, спасибо, что посмотрели, если понравилось видео, напишите комментарий, я очень рад вашим комментариям, собственно говоря, это главная пища для алкоблогера, поскольку это дает офигенную мотивацию для того, чтобы открывать и взрывать просто новые, новые замечательные релизы, и в новом году их будет еще больше, больше и больше. Канал Жени Пьет, всем мир! Вот эта дистиллирия, да, Ворнгем открыла, значит, 20 век своим появлением, ну, а канал Жени Пьет открыл обзор на армарик третье десятилетие, третьего тысячелетия, правильно я сейчас выразился, да? Да.